А на диалоге с нами. Дмитрий Владимирович Батраков, заместитель министра семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Здравствуйте. Сергей Леонидович Носков, директор корпорации развития коммунального хозяйства Ульяновской области. Здравствуйте. И Лариса Владимировна Платонова, начальник отдела социальной и психологической помощи перинатального центра «Мама». Добрый день. Дорогие зрители, я напоминаю, мы с вами работаем в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашим гостям. Номер вы видите на своих экранах. Я его продублирую. 8 927 814 05 99. Конечно, сейчас главный вопрос на этой неделе для всех жителей Ульяновской области. Это старт отопительного сезона, когда же у нас в домах появится тепло. В понедельник на аппаратном совещании губернатор дал распоряжение начать отопительный сезон досрочно. Сергей Леонидович, на какой стадии сейчас уже пуск тепла в социальных объектах, многоквартирных домах, в других учреждениях? Да, добрый день еще раз. На самом деле, погодные условия в этом году, они несколько отличаются от прошлого. То есть, вот если мы возьмем такую историю, там год, два года назад, то мы отопительный сезон начинали плавно после 25 сентября, как это предписано законом, распоряжением губернатора. Но в этом году, к сожалению, у нас резкое похолодание на территории всей Ульяновской области. Мы были вынуждены запускаться ранее. То есть, и понятно, что мы начинаем с социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы, места для округлосуточного пребывания людей. Поэтому начать досрочно, уже там в 20-х числах. И на сегодняшний момент по всей Ульяновской области все объекты, которые относятся к социальной сфере, они 100% запущены во всех муниципальных образованиях. Кроме всего прочего, далее мы продолжили пуск отопления в жилых и квартирных домах по Ульяновской области. Это в том числе и город Ульяновск, и Димитровград, и вообще, в принципе, все муниципалитеты. Но на вопрос о том, почему кого-то появилось, кого-то не появилось, то я сразу хочу ответить, что процесс запуска отопления – это достаточно такой продолжительный процесс. Он связан с технологиями. То есть, нет такой вот, как коммунальщики говорят, кнопки нажала у всех появилось. Поэтому есть определенный процесс, который должны, в общем-то, пройти. Но, тем не менее, все источники у нас исправны, сети все отремонтированы, теплоснабжение по всем магистралям запущено. Остается только доработать ряд на квартирных домах и стояков на квартирных домах. Поэтому напряжения такого, я так понимаю, что нет сейчас социального. Понятно, в течение нескольких дней отопление появится у всех. Есть такая особенность, что, например, в одном доме, но в разных подъездах температура в квартире разная. Вот от чего это зависит? Что у кого-то холоднее, у кого-то теплее? Это тоже связано с физикой процесса. То есть, распределение тепловой энергии происходит тоже в доме достаточно сложно, в зависимости от удаления от ввода, от каких-то особенностей внутренней системы отопления. Поэтому вот этим и занимают сейчас управляющие компании, другие организации, которые эксплуатируют на квартирные дома. Поэтому у них есть задача в течение двух недель после пуска отработать все вот эти вот моменты, чтобы каждый получал услугу качественную, то есть так, как говорит нам законодатель. Поэтому время еще есть, то есть температура позволяет, но уверен, что эти организации не сидят на месте, то есть они максимально быстрые и ускоряют эти процессы. Чтобы мы уже к началу следующей недели сказали, что 100% у нас на территории Ульяновской области, пуск произошел везде, то есть все качественно, все надежно, и мы входим в отопительный сезон. Вот на обслуживании корпорации находится, насколько я знаю, 200 теплоисточников, и несколько из них только что введены или построены, вот, например, в Новоульяновске, я знаю, там, две больших котельных. Вот как с ними идет работа по пуску тепла? Да, в этом году мы продолжаем модернизацию, то есть вот если в прошлом году мы запустили более 50 новых источников, в этом году немножко поскромнее, но сумма практически такая же, потому что на Ульяновске это огромный проект, это строительство двух облачно-модульных котельных, суммарная мощность 50 мегаватт, то есть это крупные котельные, то есть на территории Ульяновской области последние 15 лет такие объекты не строились. Вот, но, к сожалению, мы не смогли начать отопительный сезон с этими источниками, потому что, опять же, по технологии и переключения это было невозможно. Поэтому на Ульяновск у нас отопительный сезон вошел на старом оборудовании, то есть без каких-либо нареканий, то есть в штатном режиме, вот, а мы параллельно строим эти источники и в конце этого календарного года планируем запустить их в эксплуатацию. Это никаким образом не повлияет на теплоснабжение города, то есть они плавно перейдут на другой источник, то есть даже никто не заметит. То есть по схеме теплоснабжения, которую мы полностью изменили, это будет предусмотрено. Есть ли какие-то телефоны горячей линии, куда могут звонить, обращаться ульяновцы, вот, по возникающим вопросам по отоплению? Да, мы уже традиционно, у нас телефон горячей линии у Министерства энергетики ЖК и городской среды, и я готов сейчас его продиктовать, то есть это очень важный телефон. Он работает круглосуточно, то есть по любым вопросам, то есть что-то непонятно там, не нравится, проконсультировать. То есть если не может ответить диспетчер, обязательно он записывает этот вопрос. Вопрос попадает к специалистам и, ну, естественно, там перезванивают, спрашивают детали и помогают человеку разобраться в той или иной ситуации. То есть речь идет и о тарифах, и о качестве теплоснабжения, ну и вообще, в принципе, о организации этой коммунальной услуги. А номер телефона следующий, то есть если набирают из Ульяновской области, естественно, код 8-842-2 и дальше 41-48-15. Повторяю, телефон круглосуточный, человек постоянно сидит на месте, то есть и в субботу, и в воскресенье он записывает звонки, вот, и дальше по, значит, по необходимости. Есть также телефон, горячая линия нашего предприятия. Да, действительно, мы практически присутствуем во всех муниципальных образованиях, то есть мы перевалили уже за 200 котельных. То есть мы, так, если на вскидку сказать, наверное, более 80% теплоснабжения области у нас, ну, естественно, кроме города Ульяновска. Вот, поэтому мы одна из самых крупных теплоснабжающих организаций, у нас есть своя горячая линия. И телефон, также с кодом 8-842-2-79-45-55. 79-45-55. Также диспетчер круглосуточный и суббота и воскресенье записывает все вопросы, то есть если не может ответить самостоятельно сразу, то он переадресовывает это специалистам и заявителям, в общем-то, тоже этот вопрос отрабатывает. Спасибо большое. Еще один вопрос поступил, несколько подобных от наших зрителей из Инзинского и Старомайнского районов, которые пишут нам, что подача тепла там не начнется в ближайшее время, так как котельные не готовы. Так ли это? Или все ли нормально? Да, на самом деле ситуация, она повторяется из года в год. И мы не находим подтверждения той или иной информации. То есть у нас, к сожалению, сейчас возможность, то есть это и плюс, и минус социальных сетей. То есть каждый может, ну, вот как-то войти в образ эксперта, значит, сделать какие-то самостоятельные выводы, сфотографировать, разместить где-то и привлечь к себе внимание. К сожалению, вот с Инзинским районом, то есть это не первая попытка дискриментировать как-то власть, там показать работу, неслаженную работу теплоснабжающих организаций, управляющих компаний. По поручению губернатора я выезжал на место, то есть мы эту ситуацию разобрали, то есть все снимки и фотографии вот этой ситуации якобы с разобранными системами теплоснабжения не подтвердили. То есть мы не знаем, может быть, они летом были сделаны, в время ремонтной кампании. То есть все теплоснабжающие организации, которые работают в Инзии и в Старой Майне, они полностью готовы к топительному сезону, мало того, они уже начали, вот, и начали досрочно. Поэтому и в Инзии, и в Старой Майне, то есть теплоснабжение запущено 100%, без нарушения сроков, без нарушения технологий. И поэтому мы призываем всех, ну, вот, как бы, людей, которые неравнодушны, хотят которой помочь, то есть все-таки с экспертными мнениями делиться, то есть не выкладывать вот такие, ну, заведомо, может быть, ложные информации, которые людей пугают, которые, ну, каким-то образом уводят это от действительности. Поэтому еще раз говорю официально, что теплоснабжение в этих муниципальных образованиях начато досрочно, то есть никаких проблем и сбоев, то есть перезапуске не было. Спасибо большое, дорогие зрители. Записывайте номера. После эфира мы их продублируем под записью к видео. Уже завтра в регионе начнется тематическая неделя, которая посвящена национальному проекту «Демография». Дмитрий Владимирович, вопрос к вам. Какие мероприятия были или уже запланированы вот на следующую неделю? Что будет? Добрый день. Да, действительно, уже в эту субботу начинается старт тематической недели, которая продлится до 5 октября. В рамках нее будет принято, будут принимать участие как органы исполнительной власти, так и общественные объединения, администрации муниципальных образований, депутатский корпус будет активно работать в рамках данных мероприятий. Напомню, что в нацпроект «Демография» входит 5 основных направлений. Это старшее поколение, содействие занятости женщинам, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, финансовая поддержка семьи при рождении детей, новая физическая культура населения, а также формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, в том числе здоровому питанию и отказ от вредных привычек. Уже в эту субботу, 28 сентября, пройдет первый региональный этап фестиваля скандинавской ходьбы «Спорт. Норма жизни». Мы планируем, что Сергей Иванович Морозов, губернатор, откроет как раз на этом фестивале тематическую неделю. Регистрация участников для участия в фестивале начнется в 12 часов. Он пройдет в парке Прибрежный Заволжского района. И уже в 14.00 будет старт спортивным соревнованиям самим. Также будет проводиться мастер-класс нашим председателем регионального отделения Российской Федерации скандинавской ходьбы Виктория Линник. По итогам проведенных соревнований планируется, что Сергей Иванович проведет встречу со старшим поколением, участниками всероссийских и областных соревнований. Также в рамках тематической недели 1 октября, конечно, мы будем участвовать наших пожилых граждан. На базе Ульяновского областного драматического театра будет проводиться четвертый форум для граждан старшего поколения «Социальная гостиная». На нем будут рассматриваться вопросы как обучения граждан предпенсионного возраста, так и серебряное волонтерство. В рамках него будут подняты вопросы по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста и дополнительного профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Также 2 октября, например, в Радическом районе у нас будет проводиться агит-поезд, посвященный здоровому образу жизни и здоровой и счастливой семье. В рамках него можно будет посетить ряд социальных площадок, в том числе там можно будет узнать, на что направлен социальный контракт, как он помогает создать собственное дело или развить личное подсобное хозяйство. Также в этот день в Радическом районе будет открыт Центр активного долголетия для граждан старшего поколения. 3 октября у нас планируется конференция на базе Реабилитационного центра для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья подсолнух, на котором будут подведены предварительные итоги проектов по формированию системы реабилитации для особенных детей. 4 октября в Засвияжском районе на базе кадрового центра будут проводиться мероприятия с профильными специалистами и женщинами, воспитывающими маленьких детей по вопросам мер поддержки на предприятиях города Ульяновска. А также будут рассмотрены программы службы занятости, которые направлены как раз на помощь женщинам, которые воспитывают несовершеннолетних детей. И впервые 5 октября будет проведен фестиваль «Готово без границ», в котором примут участие граждане Ульяновской области с ограниченными возможностями здоровья, на подведение итогов которого мы планируем рассмотреть как раз итоги всей тематической недели. Что еще хотелось бы сказать, что в рамках национального проекта, также напомню, было закуплено 17 автомобилей, которые переданы муниципальным образованием, и начинается уже работа мобильных бригад для доставки граждан старше 65 лет до наших учреждений здравоохранения. Также всех граждан еще раз хотелось бы пригласить 28 сентября на наше мероприятие по скандинавской ходьбе. Да, вот как раз хотелось уточнить по этому фестивалю, можно ли еще принять участие, записаться, бесплатно ли участие и со скольки оно начинается? Конечно, участие бесплатное, всех мы ждем в парке Прибрежный Залужского района, в 12 часов начинается регистрация, там можно будет пройти небольшой медосмотр, выявить какие-то свои там вес, рост узнать свой, также записаться и для всех граждан он абсолютно бесплатный, просим всех принять участие. И для всех возрастов? Конечно, он так же и идет. Все, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Еще одно из направлений реализации национального проекта демографии, это повышение рождаемости в регионе и сохранение репродуктивного здоровья. Лариса Владимировна, в чем актуальность проблемы сохранения репродуктивного здоровья и какие мероприятия, может быть, в регионе проводятся в данном направлении? Я хочу начать с самого понятия репродуктивного здоровья, потому что понятие это комплексное, и в целом это комплекс условий, которые позволяют родить здоровое полноценное потомство. Что в эти условия входят? Ну, в первую очередь, это здоровье, общее здоровье родителей. Дальше, это здоровье репродуктивной сферы. Здесь мы можем говорить о том, что родители должны знать, что на здоровье будущего ребенка, в первую очередь, большое внимание, большое значение они должны уделять таким вопросам, как ранняя половая связь. Это болезни, инфекционные болезни, болезни, передающиеся половым путем. Это любые воспалительные процессы, которые у нас происходят в сфере репродуктивного здоровья. Это ранние беременности, это аборты. Все это сказывается на репродуктивном здоровье. Поэтому говорить только о медицинской стороне, наверное, этого мало. Я уже сказала, что это комплекс условий. Поэтому следующим условием является здоровый образ жизни, является правильное питание. И, конечно, здесь прилагается обязательно социальный компонент. Что в него входит? Но мы прекрасно понимаем, что мы находимся в ситуации в стране тогда, когда институт семьи разрушается потихонечку. И вот этот момент тоже является очень важным для репродуктивного здоровья. Потому что мы должны воспитывать ответственных родителей. И этим надо заниматься, если не со школьной, то может быть, с детсадовской скамьи. Для того, чтобы наши подростки прекрасно понимали, что и как им делать. Какими должны быть отношениями между юношей и девушкой. Как построить семью, правильную семью. Семью, которая будет основана на традициях русской семьи, настоящей духовной семьи. Это еще один момент. И еще то, что касается уже социального вопроса, это, конечно, оказание экономической помощи со стороны государства. Это меры поддержки, социальной поддержки нашим семьям с детьми. В том числе и в первую очередь тем семьям, у которых только один ребенок. Ну, конечно, все вопросы репродуктивного здоровья очень тесно связаны с вопросами демографии. Но не секрет, и вы, честно говоря, много говорили на эту тему. Но я еще хочу добавить, что не секрет в том, что мы на сегодняшний день находимся в демографической яме. Как из нее выбраться и что для этого сделать, это вопрос один. Мы говорим о том, что смертность превышает рождаемость. Да, это на самом деле так и в нашем регионе, во всей Российской Федерации. Но для того, чтобы эту ситуацию изменить, нам нужно смотреть не только на количественные показатели рождаемости детей, но и на качество здоровья тех детей, которые у нас сегодня рождаются. А у нас рождаются дети не совсем здоровые. Я назову цифру, которая, в общем-то, наверное, ужаснет многих. Из всех 100% рождаемых детей на сегодняшний день новорожденных, 60-70% – это общие цифры по Российской Федерации, в том числе и по нашему региону – рождаются с различными патологиями перинатальными. Это значит, что почти 70% наших детей рождаются нездоровыми. Более того, есть еще одна цифра. В эти 70% входит еще 10% детей, которые рождаются недоношенными. Что это значит? Это значит, что дети рождаются с неразвитыми органами, и приходится очень долго проходить очень долгий путь и врачам, и родителям, для того, чтобы этот ребенок смог стать полноценным ребенком. Но даже если он и станет полноценным ребенком, это огромное время, это огромные затраты материальные со стороны государства на восстановление и реабилитацию этого ребенка, и со стороны, конечно, родителей. Это огромное внимание, это психологические затраты, это физические затраты. Более того, должна сказать, что на сегодняшний день мы занимаемся, наше отдел занимается вопросом профилактики отказов от новорожденных. На сегодняшний день констатируем факт, что в два последних года у нас участились случаи отказа от детей новорожденных по причине их здоровья. Это тоже один из показателей неблагополучной ситуации со здоровьем наших малышей. Поэтому говорить не только о количественном, но и о качественном показателе новорожденных детей мы обязаны. Это очень плотно связано с такой демографической проблемой, как изменение модели демографического поведения молодежи сегодня. Что под этим подразумевается? В первую очередь, ребенок перестал быть основной ценностью семьи. Это очень страшно, наверное. Почему так происходит? Наверное, потому что откладывается рождение ребенка на достаточно длительный период. Например, у нас как-то сложилось сейчас у молодежи мнение, что сначала учеба, сначала карьера, сначала материальное благополучие, и только потом уже где-то к 30, 36, 38 годам женщина приходит к мысли о необходимости рождения ребенка. Конечно, в этом возрасте уже гораздо более опасно рожать ребенка и больше возможности родить как раз нездорового ребенка. Вот этот момент о нем говорил Сергей Иванович очень часто на всех наших демографических советах. И еще один момент по демографии, о котором хотелось бы упомянуть. Это рождение одного ребенка, максимум двух. Рождение трех, четырех, пяти детей становится у нас все как бы меньше и меньше. Что же делать в этой ситуации? Как искать выход и где он есть? Наверное, главный выход как раз в реализации национального проекта «Демография». Потому что этот национальный проект как раз и должен сделать много в экономической поддержке наших молодых семей. Какие мероприятия в регионе проводятся? У нас целый спектр этих мероприятий. Мы начинаем сопровождать наших женщин и наши семьи с будущими детьми и еще на стадии женских консультаций. На сегодняшний день в регионе существует 20 центров и кабинетов кризисной беременности и кабинетов медико-социальной помощи беременным. Начиная с поддержки и обучения наших женщин и семей в целом, подготовки к родам. Это на уровне и наших женских консультаций, на уровне нашего перинатального центра проходит. За тем, когда они поступают к нам для родов, женщины все проходят через наших специалистов. Это психологи, это социальные работники, все те, кто оказывают помощь индивидуальную. Потому что каждая женщина проходит через диагностику. Если там есть психологические проблемы у женщины или у семьи, то мы их обязательно оказываем, и здесь никаких проблем не возникает. То есть к родам они у нас приходят готовыми, подготовленными и психологически в эмоционально нормальном состоянии. Ну и, конечно, то, что касается социальных вопросов, мы делаем все от помощи в оформлении документов до получения пособий, тоже помощи, и решения всех социальных вопросов. Поскольку у нас работают и юристы, мы даем юридические консультации, индивидуальные, групповые. То есть полный комплекс услуг мы предоставляем нашим женщинам. Расскажите, пожалуйста, в чем суть работы волонтеров в этой специальности? Наверное, волонтеры — это наши большие помощники на сегодняшний день. И вот в каком ракурсе. Для того, чтобы наши дети воспитывались в понимании ответственного родительства, в понимании правильных отношений между полами, в правильных отношениях семейных, нам надо об этом им говорить. И здесь у нас, конечно, идет работа межведомственного характера между Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки. Потому что вопрос действительно комплексный. Как донести до ребят правильное понятие и правильные позиции в жизни по сохранению репродуктивного здоровья? Ну, 2017 год у нас был годом сохранения репродуктивного здоровья. Он был объявлен губернатором таким годом. И в рамках реализации плана Министерства здравоохранения по сохранению репродуктивного здоровья в регионе были как раз открыты вот эти кабинеты. И было очень много сделано для того, чтобы велась пропагандистская профилактическая работа по сохранению здоровья. В чем она заключается? Был выработан целый алгоритм введения вот этой межведомственной совместной работы. В чем она заключается? Между управлениями образованиями и администрациями районных больниц заключалось соглашение. Оно сейчас заключается на два направления деятельности. Первое направление деятельности – это выход врачей на беседы с нашими ребятишками о сохранении репродуктивного здоровья, о демографических вещах. И второе – это также выход наших врачей для осмотра наших детей, медицинского осмотра, и в том числе осмотра репродуктивной сферы. Для чего? Для того, чтобы на ранней стадии заболевания репродуктивной сферы обнаружить и пролечить без последствий, чтобы потом обошлось. Когда мы начали работу по лекциям, по беседам, которые проводили медицинские работники в образовательных учреждениях, мы пришли к выводу, что здесь нам крайне необходимы помощники. И помощники эти должны быть сама молодежь. Всем известен принцип равный равному. Будем откровенны, когда в форме лекции нам медик, не учитель даже, а медик, рассказывает о каких-то очень серьезных вещах, дает информацию, то очень часто у наших учащихся в одну сторону, в одну уху влетает, в другое вылетает, и эта информация не застевает в голове, она не заставляет задуматься об этой проблеме, не заставляет пропустить ее через себя. А вот в форме работы равному, в форме работы волонтеров, как раз и меняются формы и методы работы. Волонтеры работают такими методами и такими формами, как ток-шоу, ролевые игры, тренинги, все, что касается непосредственного общения друг с другом. И вот эти формы, они как раз и дают возможность ребятам проникнуться идеей, самим оказаться на месте какого-то героя социального театра, и для себя эту проблему решить четко и однозначно. Поэтому мы пришли к необходимости создания регионального волонтерского центра, даже не центра, а института по сохранению репродуктивного здоровья. И с 2017 года мы такой институт начинаем создавать. В 2017 году в рамках реализации года сохранения репродуктивного здоровья нами было обучено сначала 53 волонтера-инструктора. Это были волонтеры из числа студентов вузов и средних образовательных учебных заведений. Мы их готовили по большой 72-часовой программе. В этой программе было все. И лекции медиков, и лекции педагогов, и лекции психологов, и обучение проведению мероприятий. То есть они прошли полный курс обучения. И на выходе они были готовы идти на мероприятия в наши образовательные учреждения. Дальше они пошли в эти образовательные учреждения, но мы-то на них возлагали еще и другие надежные. Нам важно было, чтобы они приняли участие в подготовке другой волны наших волонтеров по сохранению репродуктивного здоровья, которые обучаются у нас в школе. И такая волна у нас появилась. Мы за 2017 год обучили вместе с нашими волонтерами-инструкторами еще 300 человек уже дистанционно в различных муниципальных образованиях. Их всего было 16. По всей Ульяновской области 300 школьников. Они тоже получили сертификаты, так же как наши волонтеры-инструкторы. Сертификаты были за подписью первого заместителя правительства, председателя правительства Екатерина Владимировна Уба и нашего министра здравоохранения. И вот подготовленные дети у нас пошли в образовательные учреждения уже с мероприятиями. Я считаю, что это очень хорошая подвижка и очень хорошее направление деятельности. Кстати, ребятишкам это очень нравится. Они с удовольствием идут и на учебу, и на мероприятия. То, что касается дальнейшей работы, то в этом году мы продолжили эту работу, но уже на базе города Ульяновска, потому что как-то муниципальные образования проявили больше активности, чем город Ульяновск в 2017 году. В этом году мы на базе администрации Ленинского района города Ульяновска и Заволжского нашего колледжа медицинского создали еще две группы по обучению волонтеров по сохранению репродуктивного здоровья. Эти две группы также обучались у нас по программе Азбука репродуктивного здоровья. Сейчас они готовы, сейчас они уже выходят в образовательные учреждения. Вот об одном таком мероприятии мне сегодня хотелось бы рассказать. Оно было последним, поэтому свежо в памяти. Это мероприятие проходило на базе нашего техникума легкой промышленности и дизайна. Называлось оно «Ступени репродуктивного здоровья». Проводилось оно волонтерами, совместно, конечно, с взрослыми. Но имело большой успех. Наверное, потому что на самом деле было три площадки. Первая площадка была по сохранению репродуктивного здоровья, на которой выступили наши медики. Они дали консультацию, они дали информацию. Рептишки могли получить индивидуальную консультацию. На второй площадке эта площадка касалась уже вопросов семьи, семьи и всего того, что вокруг семьи у нас вращается. То есть это родительство, это и возможности знакомства, и психологические нюансы. И главная идея была в том, что семья для любого нашего человека на сегодняшний день это главное. И третья площадка была по здоровому образу жизни. Там они успели и поплясать, и поработать физически, и даже получить консультацию по здоровому питанию. Спасибо большое, Лариса Владимировна, за очень подробный рассказ. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что пришли, рассказали о своих проектах, о своих темах. Дорогие зрители, увидимся с вами в следующую пятницу, также в 12 на канале Управда ТВ. Смотрите нас в прямом эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok